Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, ведущая программы Академия Моды Ирина Чувароян. У нас сегодня удивительный гость. Оставайтесь с нами. Ирина Чувароян, издатель и главный редактор журнала Академия Моды, директор модельного агентства Venice Model Management, основатель бренда «Бритишка», победитель грантового конкурса Всероссийского фонда «Национальные перспективы», многодетная мама, творческая личность, бизнес-леди. Елена Бугранова, президент Союза русских байеров, владелица бутиков и центра красоты «Уикенд». Сейчас лето, самое буйство красок. Что сейчас самое актуальное? Летом обычно клиенты предпочитают покупать вещи из натуральных тканей, легких, потому что ростовское лето жаркое, и людям нравится, когда их вещи дышат. Скажите, а вообще, какой тип ткани больше всего нравится именно вам? Что бы вы носили, допустим, летом? Ну, я очень люблю катон с добавлением эластана, и также мне нравится натуральный шелк. А вот вообще сейчас какие мировые тренды в тканях? Что сейчас самое-самое актуальное, либо самое крутое, самое модное, чем можно выделиться, похвастаться и вот просто сразить их на повал? Одного универсального рецепта не существует, так сказать. Вот это модно, а вот это не модно. Тут зависит все от стиля той одежды, которую дизайнер предлагает, или человек хочет в этом стиле одеться. Сейчас очень большое разнообразие и модных направлений, и трендов, и в том числе в тканях тоже. Но есть такие тенденции, в зависимости от сезона, например, если говорить о сезоне будущем, это осень, то очень популярны все оттенки коричневого цвета. Это от очень светлого молочного цвета, и далее идут бежевые оттенки, песочные, потом в коричневый уходит, и очень модный цвет – это горький шоколад, темно-темно-коричневый. Какие ткани будут более востребованы этой осенью? Осенью обычно очень востребованы ткани для пальто. Потому что по нашей погоде осенней пальто очень удобный и модный такой предмет гардероба. И я здесь видела очень красивые ткани, такие ворсистые из альпаки. Я считаю, что это отлично подойдет. Ну, давайте посмотрим, какие тут есть ткани, и что вообще тут предлагают. Вижу здесь большой ассортимент как раз пальтовых тканей. Это и ворсистый, и просто сукно шерстяное. И вот, как я говорила, от молочных оттенков все оттенки бежевого, красного, голубого, синего. Вот прям очень большой ассортимент. Я даже приятно удивлена. Вот очень еще привлекла мое внимание необычная ткань. Посмотрите, с какими изображениями. Это купонная называется шерсть. Ну и летом, конечно же, все предпочитают натуральные ткани. Вот я увидела большой ассортимент натуральных шифонов. Посмотрите, сколько красивых расцветок, подходящих для лета. Еще если у вас торжество летом, я бы посоветовала обратить внимание на натуральный шелк органза. Посмотрите, какие красивые расцветки. Всем привет! Меня зовут Аня. Мне 8 лет. Я из города Ростов. Я приехала сюда, чтобы со всеми познакомиться и всему научиться. Интересно, зачем юным графиням уроки актерского мастерства? Наверное, чтобы передавать свои эмоции. Здравствуйте, девчонки! Как вы уже догадались, сегодня мы вместе с вами попробуем окунуться в мир творчества и в мир актерского мастерства. Елена Белолипецкая. Певица, ведущая, организатор мероприятий, педагог по вокалу и актерскому мастерству. Поведитель республиканского конкурса «Педагогический старт-2016». Лауреат городского фестиваля самодеятельного творчества, работников образования. Вы начинающие модели, поэтому каждая модель должна уметь вживаться в свою роль. Правильно? Ведь показы бывают разные. Зимние, летние, купальники, шубки и так далее. Еще бывают фотосъемки, на которых модели должны также вжиться в роль какой-нибудь светской львицы. Или же наоборот, какой-нибудь маленькой девочки в школьной форме. Поэтому вы должны уметь. Уметь войти в роль, вжиться в нее и жить в ней на камеру. Сегодня мы с вами этому научимся. Я бы хотела задать вам первое упражнение. Это легкое упражнение, которое в себе заключает рассказ о себе на камеру. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам нравится проект, в котором вы участвуете? Да. Скажите, пожалуйста, вы мечтали стать моделью или вас, допустим, мама заставила? Ну, я сама заставила. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы сегодня первый раз на таком большом показе? Нет. То есть у вас есть уже опыт? Да. А расскажите нам о нем. Фантазируй. Да, я до этого ездила на модные показы, на много модных показов. Вот. Знаменитых брендов в одежде. Отлично. Скажите, пожалуйста, Велен, вам нравится ваше дело? Вы планируете заниматься дальше модельным делом или же все-таки это как хобби? Ну, конечно, я планирую дальше заниматься модельным делом, но кроме этого, конечно же, надо отучиться. Отучиться, правильно. В школе или только модельному делу? Ну, конечно же, в школе. Отлично. Получить образование. Злата, такой сегодня прекрасный показ. Вы себя отлично показали. Наверное, за плечами у вас огромный багаж знаний о модельном деле. Я права? Возможно. Не могу сказать, что огромный, но есть. А где вы уже участвовали? Расскажите нам, пожалуйста. Относительно недавно в Москве был показ, на котором я присутствовала. Прекрасно. И какие коллекции вы показывали? Последняя была весенняя коллекция, которая, соответственно, будет скоро. Карина, вы сегодня так блистали на подиуме. Расскажите, у вас какой-то опыт был или вы уже участвовали в съемках? Откуда столько энергии? Нет. Опыта не было. То есть сегодня первый раз? Да. Вот расскажите про этот первый раз. Вы сильно волновались? Нет. Волнений не было? Не было. Расскажите, почему вы выбрали именно модельное дело? Очень интересно. Девочки, молодцы. Давайте похлопаем. Вы справились с интервью. Сейчас хочу вам задать второе задание. Как вы знаете, все актеры, актрисы, они должны вживаться в роль, справляться со своими эмоциями, которые они переживают, да, в своей личной жизни. Переступая площадку съемочную, они должны вжиться в роль, которая написана в сценарии. Правильно? Вот сейчас каждая из вас получит свою роль. Ты стоишь перед дверью, за дверью идет экзамен, очень важный, самый важный, наверное, ну тебе кажется в этот момент, в твоей жизни. И ты говоришь эти слова вот с этим волнением. Хорошо? Ну все, давай, договорились. Не забудь-ка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Ты получила пятерку, да? Ты это четверостише не хочешь говорить? Ну я могу, я запомнила. Запомнила, хорошо, давай. Не забудь-ка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что тебя я не люблю. Ты любишь говорить, что тебя я не люблю, что любить могут одни девчонки. Молодец. Ну я думаю, тут нужно было еще больше веселья показать. Ты, наверное, у нас сдержанная, да, по жизни девочка? Да? Не любишь показывать, да, другим свои эмоции? Вот. А здесь нужно было так посмеяться, повеселиться, даже можно было бы попрыгать, да? Так, Елена, у тебя эмоция грустная, да? Ты сегодня получила лишь четверку. Запомнила слова? Угу. Начинаем. Не забудь-ка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Молодец. Анюта, у тебя вообще самая позитивная эмоция, да? Ты летишь к океану, поэтому ты должна нам сейчас прям веселье показать. Запомнила слова? Давай. Не забудь-ка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Научитесь вливаться в образ, это самое главное, особенно на ваших фотосессиях. Я была очень сегодня рада с вами повидаться. Давайте пять. Надеюсь, что вы станете супер классными профессиональными моделями, пройдете эту школу обучения, и мы уже в следующий раз с вами встретимся на каких-нибудь обложках модных глянцевых журналов. Всем привет, меня зовут Никитина Злата Алексеевна, мне 15 лет. На этот проект я пришла для того, чтобы найти новое знакомство, узнать что-то новое и просто хорошо провести время. Уроки стилистики самые увлекательные и интересные. Настоящая графиня – это девушки со вкусом. Рада вас приветствовать в моем имидж-бюро. Дарья Махмудова – имидж-стилист, фэшн-публицист, шоппинг-гид, преподаватель авторских курсов по имиджу и стилю, основатель имидж-бюро StyleUp в фэшн-индустрии с 2010 года. Занимается созданием персонального и корпоративного имиджа. Что есть имидж? Если говорить о имидже, это действительно характер. Имидж может быть вербальный, невербальный. То есть это полностью то, что вы позиционируете в окружающий мир, то, как вас воспринимают окружающие. Тамбор-речи, мимика, стиль одежды, естественно. То есть это общее понятие. Если говорить о стиле, это какая-то ваша фишка, какая-то персональность, в которой вы отличаетесь от других. То есть все мы можем зайти в один магазин, но выбрать, по сути, разные вещи. И нам будет по-разному это все нравиться. Это есть стиль, то есть какая-то ваша фишка. А мода, по сути, девочки, это бизнес. Потому что дизайнеры в течение нескольких сезонов, сколько у нас сезонов модных? Злата, давай, ты у нас самая взрослая должна знать. Четыре. Четыре. Молодец, умничка, пять баллов. Да, действительно. Четыре раза в год нам, по сути, диктуют то, что мы должны надевать, как мы должны себя вести. Что есть дресс-код? То есть приходя на какие-то кастинги. Был же у вас опыт кастингов, нет? Кто-то посещал? Отлично. Важно, чтобы заказчик увидел вашу личность, вашу индивидуальность. И не нужно ее скрывать за всевозможными какими-то надписями, не знаю, яркими вещами. То есть пусть будет видно вас в первую очередь. Сейчас отлично. То есть белая тишотка, да, вот маечка, которая на вас, на всех надета, это называется тишотка. От английского буква «Ти». Вот, и обычные джинсы. Скини, мамсы, как удобно, да, как по силуэту подходит. То есть это база. Отлично как бы в любом варианте. В свободное время от кастингов как угодно. То есть это уже ваше настроение. Макияж, уход. Да, ну вот Злата наверняка уже, как бы, смотрю, у тебя очень красиво бровки оформлены, да, то есть следишь за этим. Касаемо макияжа. У вас будут постоянные съемки, у вас будет наличие грима. А грим, он что делает? Портит кожу, да. Несмотря на то, что там 8-10 лет, этот процесс, он необратим. Поэтому необходимо вот мамам, бабушкам объяснить, что нужно иметь какое-то средство ухаживающее, да, именно для совсем юной кожи, для молодой. Дальше хочу с вами поговорить о стилях. Существует 4 базовых стиля. Классика. Это первый стиль. Давайте по поводу цветов. Какие цвета? Монохромные. Монохромные цвета, это не яркие, не контрастные. Если говорить о принте, преимущественно это клетка, полоска, гусиная лапка, то есть что-то нейтральное. Могут присутствовать джинсы, могут присутствовать брюки. Но обратите внимание, брюки у нас какие? Прямые, лаконичные, без какого-то декора, без лишних элементов. Дальше смотрим, белая сорочка, платье-футляр, нейтральные какие-то сочетания. Все это классический стиль и классические вещи. Как вы думаете, здесь взрослые девушки, но тем не менее, вот в данном образе куда можно пойти? Где это будет уместно? Собеседование. На работу, умничка. Лаконичность, строгость и функциональность. Дальше. Следующий стиль. Романтика. Давайте теперь вы характеризуйте. Какие цвета здесь мы видим? Нежные. Нежные, умничка. Пастельные. Пастельные, да. Еще какие? Какие они? Давайте. В третьем образе достаточно яркий цвет. Он яркий, но он не агрессивно яркий, зла. Там встанки белые. Да, согласна. И эффект кружева, да, такой вот? У меня сходу не было, то она почти не подошла. Слушай, ну ты отлично подкована в плане стиля, молодец. Куда можно в таком образе пойти? На свидание. На свидание, хорошо. Давайте представим, что у нас еще пока нет свиданий. На день рождения, да, когда хочется предстать нежной, какой-то, я не знаю, ранимой, да, может быть, хотя у тебя характер там такой со стержнем. Ну вот чаще всего мамы любят видеть своих девочек в таких вот платьицах. Хоть она и сорванец, а она раз, да, вот сразу это платьице. Так, куда еще? Мне кажется, в кляхе он приземлежит мой паркет. Да, просто на прогулку, да. Отличный летний образ, есть, романтика. Противоположный стиль романтики – это гламур. Что мы здесь видим? Давайте цвета, принты, ткани. Цвета какие? Яркие. Смотрите, самое контрастное сочетание – это черный, белый. Здесь еще не представлен и красный. Это самые контрастные сочетания, которые существуют в природе. Эко-стиль, да, вот бодипозитив, природная тема. Это то, что сейчас актуально. Давайте про цвета поговорим. Какие они? Я тоже. Ну, они ярче, чем здесь? А хотя, в принципе, наверное… Какие они? Вот коричневый цвет – это цвет чего? Природный. Природный. Свободу, равенство, единение с природой. На этом, девочки, все. Мне было очень приятно с вами познакомиться. До свидания, дорогие телезрители. Сегодня была с вами я, ведущая программы Академия моды Ирина Чавараян. Текстиль-салон, ткани, модный базар. Это широкий ассортимент итальянских тканей, подиумные дизайны, нарядный жаккард, экологичный лен и многое другое. Ваше модное лето с нами. Субтитры создавал DimaTorzok